Друзья мои, с не могу дотянуться до звёзд, это фёст, это фёст, это фёст. С не могу дотянуться до звёзд, это фёст, это фёст, это фёст. Здравствуйте, друзья! Это продолжение рубрики «Ножи для леса». Сегодня я хочу протестировать нож фёст, S-E или как это, простите за мой французский, от мужской берлоги. Ну что, поехали! Ножны ножа фёст, сделаны из кожи. Тут ещё колечко я с собой не взял, такой карабинчик, кольцо-карабин, чтобы куда-то подцепить. Идёт тоже в комплекте. Петля широкая, то есть сюда спокойно войдёт офицерский ремень. Ну, кожа такая она, не сказать, супер твёрдая такая, но в то же время добротно всё сшито. В общем, хорошие ножны. Нож фёст. Характеристики ножа вы можете без труда посмотреть на сайте мужской берлоги. Скажу только, что толщина клинка здесь 2,6. И скандинавские спуски. Насколько я вижу, они в ноль. По крайней мере, на этом моём экземпляре. То есть я не вижу микроподводы здесь. Хотя, может быть, он настолько микро, что его и не видно. Для того, чтобы было интересней, сравнивать нож, вот этот фёст, я буду с ножом Берси. Виталий, он, я так понимаю, разрабатывал и этот нож. Но выпускает его другая фирма, товарищ Завьялова. Но поскольку дизайн его, он приложил к нему руку, поэтому я сегодня сравнивать буду именно с ним, а не с Морой Бушкрафт Блэк Блэйд. Так будет интереснее. Здесь толщина клинка 2,9 мм. А так у них похожие параметры. Тем интереснее будет сравнить эти два ножа на практике. Проверю, насколько острый фёст. Как бритва. Берси я уже работал. Перетачивал его. В принципе, по остроте примерно то же самое. Бумага начинает разлетаться. Я её, пожалуй, спалю. Мусора тут точно не было нигде. Начну со строгания колышка. Мне очень интересна эргономика рукояти этого ножа, поскольку она такая очень утончённая. И, конечно, интересно, как это будет при такой вот работе силовой. Режет хорошо. Ничего не скажу. Так. Берси. Так. Вот интересно, кстати, за раз срезать тот сможет. Фёст. Берси смог. Фёст. Ещё раз смог. Так. Ещё раз. Берси. Сучу бог. Так. Фёст. Ладно. С другой стороны. Просто построгаю. Построгаю это великолепно. Берси тоже здорово. Слушайте, ну вот к строганию прям даже не подкопаешься. Очень интересно. Вы знаете, что удивительно, вот этого я совсем не ожидал, что вот эта рукоять тонкая, она не хуже, чем у Берси. А по мне так даже поинтересней почему-то. Ну, может быть, так в моей руке конкретно. Но я, честно, не ожидал. Вроде здесь она попухлей такая. Так. Так, если ближе к острию построгать. Круто. Очень круто. Вот честно скажу, я удивлён. Потому что у меня были скептические соображения по поводу именно толщины рукояти. Да, даже не знаю, как сказать, но эта рукоять, она по мне так даже лучше, чем у Берси. Но это очень странно. Потому что так она вот как будто кухонная. Но удобная при этом. Я думал, она будет прям наминать руку. Не наминает. Да. Не думал, что этот нож меня удивит. Именно в плане рукояти. Причём приятно удивит. Я думал, как раз-таки всё будет наоборот. Очень интересно. Силовое строгание проверю заодно. И есть Берси. И в этом элементе фёст поинтереснее Берси. Берси, да, у него вот этот выступ есть. Хоть он и скруглён, но всё равно он чуть упирается вот в эту часть руки. Не так удобно. Честно скажу, ребята из Берлоги удивили в хорошем смысле этого слова. Этот нож, ну вот пока, мне нравится больше, чем Берси. А Берси мне очень нравится. Круто. Перерубание палки. Фёст начинает. Ну, хорошо. С двух раз. Фёст легче, чем даже Берси. Вот этот. Ну, здесь на равных. Так, перерубание ветки на пенёчки. Фёст. Легко. Вот она, веточка. И Берси. Аналогично. Берси поменьше расколов, если сравнивать с Фёстом. Но у него спуск выше. Что самое интересное, на резе это вообще не отражается. Как ни удивительно, оба ножа хорошо режут дерево. Ну, и давайте сразу я Фёст проверю на то, как он расколет, этот поленца. Так. Сейчас в середину прям. Ну, как-то так. Да, на морозе интереснее полится. Потому что дерево уплотняется, и прям бах, и всё. Интересно, Берси, если воткнуть в него же, в досочку сделать. Тоже, в принципе, без проблем. Но такого вау-эффекта, конечно, как от Фёста, не получилось. Досочка у меня есть. Проверю остриё у Берси. Насколько мощная сталь здесь Д2. Поковыряю. ДВА-шка мёрзлая. Твёрдая. Испытывать так испытывать. Ну, вот, смотрите, как я всё это расковырял. В принципе, тут можно и насквозь её пробить. Тут не так много осталось. Но мне, честно говоря, неохота. Задолбался я уже ковырять. А я не дятел, чтобы ковырять. Так, сейчас я на ноготь проверю. Цепляется. Ну, вот она, остриё. Видно, что с ним ничего не случилось. Что ж, сталь выдержала. Хочу для наглядности ещё сравнить два острия. Вот это остриё Берси, а вот это вот Фёста. У Фёста, поскольку спуски они не такие высокие, как у Берси, то вот это остриё, оно более живучее получается. И вот им я вот так вот поковырял. У меня, в принципе, сомнений вот насчёт острия не было. У Берси всё-таки... Ну, я бы не советовал прям вот и в хвост, и в гриву ковыряться именно таким остриём. Потому что оно выдержит, возможно, но далеко не всё. Вот это оно более живучее здесь. И теперь я перехожу к такой деликатной работе, как строгание огненного пера. Здесь скандинавские спуски должны отрабатывать. Угу. Угу. Ну, тут всё отлично. Для сравнения Берси всё-таки надо сюда же включить. С другой стороны. У них, поскольку, ещё раз повторюсь, угол разный, ширина спусков разная, то и здесь угол нужно подбирать. Ну, оба ножа в этом отношении, вот, стружечки такие делать. Они замечательные. Пускай они спуски. Что тут ещё скажешь. Проверка остроты. Фёст. Идеально. Так. Берси, он, можно сказать, не участвовал, поэтому здесь всё отлично. Так. И сразу проверю, как обух фёста счищает кору. Он должен работать, по идее, с огнивом. Кору счищает отлично. Сейчас проверю. Искру высекает он. Вроде высекает. Так. Тогда сейчас бумагу я эту спалю сначала. Отлично работает в качестве кресала фёст. Огниво ПРО – это огонь. Так. И сразу перейду к посерьёзней стружечке. Тут главное, чтобы стружка зацепилась. О! Огонёк. Всё работает. Фёст. Не могу дотянуться до звёзд. Это фёст. Это фёст. Это фёст. Хороший нож. Я, если честно, так пошутить отсочинил. Но на моё удивление в этой шутке шутки-то и нет. одна правда оказалось. Нож поразил рукоятью в первую очередь. Потому что не ожидал. Молодцы. Эргономика на высоком уровне. При том, что она не полная, она утончённая. То есть легко оперировать ножом. это подкупает. Единственное, что могу сказать в качестве не комплимента именно ножу вот в этом исполнении в бюджетном, это внешний вид. Внешний вид вот мне вообще он не нравится. Есть такие ножи. То есть сейчас я им поработал, он мне нравится не из-за внешнего вида, а из-за своих вот именно характеристик. То есть он именно зацепил меня рабочими качествами. А внешний вид у него никакой. Ну, на мой вкус. Вот ножи кастомные, которые делают берлога, фёсты, там вопросов нет. Взгляд притягивают. Такой нож это просто произведение искусства некое. объясню, в чём разница. Когда клинок отполирован в зеркало, блестящий больстер из латуни когда здесь, когда рукоять сделана из какого-то акрила или композита, красный допустим цвет, яркий, переливается, блестит, чёрный, такой прям глянцевый чёрный. То есть чёрное тут как золото и тут вот допустим клинок отполирован в зеркало это прям сказка. То есть на него глядишь и его хочешь этот нож. А здесь вот на него именно по внешнему виду, на мой вкус опять же, без слёз не взглянешь. Некрасиво смотрится. но теперь я на него смотрю другими глазами и я понимаю, что в этот нож заложено. То есть именно характеристики ножа и удобство его использования. Поэтому если у кого есть денюжки именно на нож в исполнении красивом, конечно, я бы брал именно то исполнение. Потому что когда вещь радует взгляд, это очень важно. А этот нож это чисто рабочая лошадка, но внешне к сожалению внешне нет. Нет в нём ничего. Маленький вывод в конце видео. Вот он идеальный набор для леса. Фёст Огниво ПРО и вы будете в лесу чувствовать себя уверенно. По ножу в принципе я всё уже сказал и по внешнему виду и по эргономике по резу в общем внешний вид конкретно этой версии мне вообще не нравится. Мне больше нравятся версии которые такие эксклюзивные красивые там прям как паркер они выглядят. У меня ассоциация с ручками. У меня есть паркеры мне нравятся перьевые ручки вот эти и там чёрный когда чёрное основание ручки и золотое перо так же и вот я видел когда клинок в зеркало отполирован больстер блестящий под золото чёрное акрил или что-то вот прям вот паркер такой то есть в кабинете положил там что-нибудь вскрыл письмецо там какое-нибудь либо отрезал себе колбаски там икорку намазал это я так утрирую но именно внешний вид вот конечно небо и земля у бюджетной версии и у версии кастома поэтому кастому прям вообще ноль вопросов там всё хорошо вот здесь рабочие характеристики это первостепенное то есть кто думает брать или не брать такой нож именно вот для леса для леса я такой нож бы взял вот но в дорогом исполнении но не могу я по-другому потому что когда вот я вижу да вещь мне нравится визуально но ей приятно пользоваться то есть ты берешь и работаешь и прям получаешь удовольствие от внешнего вида и от всего остального здесь я получил удовольствие именно от работы ножом вот что для меня было опять же неожиданно и как я уже сказал с ним могу дотянуться до звезд это фест это фест это ребята фест нож удался так что у меня теперь он есть и я рад лежать он без дела не будет буду его выгуливать периодически как я делаю с многими другими своими ножами так что надеюсь видео было интересным информация была полезной пишите обязательно комментарии что вы думаете по поводу этого ножа может у кого-то он есть кто пользовался обязательно отпишитесь в комментарии потому что мне интересно ваше мнение вот как у вас складывалось вы сначала думали о рукояти одно а когда начали пользоваться уже другое как у я или что-то по-другому сразу знали что это супер интересный и удобный в работе нож потому что когда я взял его в руку на выставке и он ее не заполнил как обычно ножи делают я подумал все печально но я ошибся это факт нож отличный увидимся на канале всем удачи и я не знаю это как я что это как я не знаю как это Продолжение следует...